привет ты посмотрит созерцание 33 ключа мы в конце транзита как обычно я освещаю колесо и элементы и этот стопкодон который был с нами шесть дней и завершил процесс завершил четверть четверть цивилизации значит вторым ключом 33 ее завершает завершил элемент горы 8 недель и это стопкодон который в принципе в нашей генетической ситуации воплощает собой точку в конце предложению 33 кадон у меня все английские картинки в общем это кольцо кадоновое кольцо испытаний и возможно на этой неделе были какие-то испытания через стресс центра пил испытания сделать вообще какую-то остановку я заметила что 33 он такой как уже инерция он движется завершает гору и вот этот стресс он как будто ну не дает сделать контролируемую остановку он как бы течение какое-то как и либо она приходит либо нет но возможно не так возможно у вас получилось у меня получилось делать какие-то маленькие очень ритуалы маленькие паузы внутри него вот возможно у вас вообще был процесс выхода из какого-то забвения как амнезия 33 воплощает еще собой такое забвение амнезию ушки мы вот был кстати день рождения может быть она потом поделится транзит 33 ключа это очень крутой крест крест четырех путей 33 19 24 44 это процесс когда человек как бы течение жизни своей полирует вот это пространство забвения до тех пор пока не выходит на уровень какой-то чувствительности возможности создавать из тишины и разрешение таких самскар связан с какими-то с какими-то прошлыми кармическими отношениями которые несет себе химия 44 ключа как помехи как встреча с какими-то кармическими отношениями и вот крест четырех путей он как такие волны забвения и вспоминания забвения кто я и забывания кто я мне он очень нравится это возврат моего сатурна и этот крест очень активен у меня и он в принципе супер важен том числе потому что эта химия закрывает сезон 33 закрывает как бы летний сезон он якобы продолжается на самом деле мы переходим в четверть который уже больше про осень про элементы реки и ветра ну вот такие сезонные колеса 33 закрывает и говорит нам . сделай паузу это точка в которой ты можешь отрефлексировать нашел ли ты заземление в своей форме и в теле это химия воплотился ли ты в теле говорит 33 вспомни вспомни кто ты вот тебя есть тело вспомни вспомни кто ты возможно какие-то свои прошлые тела он как бы такой тип может быть там у тебя не одно было тело или ты не просто телом как бы так флиртует немножко 44 закрывает четверть дуальности и это еще один путь и он говорит убрал ли ты свои помехи проработали ты свои кармические отношения нашел ли ты свою синархию нашел ли ты свою группу людей свое племя может ли ты там функционировать не как помеха командной работе вообще девятнадцатый говорит готов ли ты принести в жертву свои ниши состояние готов ли ты умереть в любой момент насколько ты чувствителен к себе к своей форме сколько ты на связи вообще с гайей с планеты может ли ты произошла ли тебе мутация чтобы дух смог переродиться и 24 ключ закрывать четверть инициации говорит замокли твой ум нашел ли твой ум восприимчивость и пробудился ли твой ум как нечто пробудился ли твой пассажир в форме пробудился ли тот который инкарнировал в новой форме может ли он выйти из бесконечного цикла мыслей и зависимости в может ли он найти тишину может ли он выйти из такой зависимости ну и 33 в том числе все они еще являются архетипом последовательности перерождения так называемый и 33 это такое они еще называются ворота remembering и являются ответственными за память do you remember то есть помнишь ли ты это про возможность запоминать и рефлексировать возможность запоминать вследствие того что я умею рефлексировать над прошлым опытом умею сделать паузу чтобы отрефлексировать прошлый опыт и если я умею это делать я могу запомнить потому что я там был да вот эта внимательность mindfulness осознанность она связана с памятью потому что если вещи происходят а меня там нету да куку никого нет дома то ну как бы нету памяти и вот эта память remembering она еще связана с тем помню ли я но и запомнить запомнит ли меня как бы it's not we who remember it also we are remember нас помнят и вот за что нас помнят и 33 ключ он дает тебе паузы такой и ты понимаешь ну или можешь соединиться со своим не знаю телом света со своим сиянием со своим наследием то что запечатлено в тонком теле то что останется когда форма уйдет останется вот этот отпечаток тонкого тела каузальное тело причин следствий тонкое тело из которой считываются импринты как бы прошлых воплощений и вот 33 он как бы говорит вот тебе будет помнить этот отпечаток для меня всегда такое ну я не очень не то чтобы не придаю значение словам и действиям или там предпочитаю их состоянием или еще чему-то но мы очень иногда как-то по тупому сказать не то чтобы серьезно вот это mindfulness практика или там разные практики там это очень важно все отслеживать свое ментальное эмоциональное физическое тело но вот все же это следствие в том числе вот этого элемента сияния как бы radiance такое который остается как отпечаток от человека вот ты умер и вот это то состояние в сердцах других людей которые там остается не столько может быть слова или действия даже а какое-то чувство внутри и она может совпадать или не совпадать как бы с выражением или там что вкладывается в это выражение потому что человек может быть очень mindful и все ну как бы там нету ничего ну то есть такая mindful оболочка и она как бы да вроде как да но что-то там нет и вот 33 как будто про вот это radiance про то как тебя будет помнить вселенной или там в общем всякое такое но это уже какое-то романтическое созерцание этого ключа но мне понравилась эта мысль про романтическая но ты не только мы кто помним но и нас помнят и рауро говорил в контексте кстати в классе по космологии тоже будет классная фразу что звезды помнят все наши имена вот такое-то глубокомысленное пространство про то что звезды знают нас и помнят наши имена вот это хоть такое ну и 33 вообще прикольные нумерологические у нас 33 позвонка у масонов 33 ранг это типа самый крутой ранг вот в общем там есть своя фишечка в нумерологии 33 и она соответствует нумерологическим космогоническим и телесным в том числе пространством вот этим нам нашим 33 позвонкам и есть такое джейкс джейкобс ледер лестница якова не помню как называется в христианской ортодоксальном пространстве да где ты находишься внутри своей собственной инициации то есть где ты как бы внутри своей горы внутри своего позвоночника на каком уровне в каком позвонке ты находишься в своей эволюции вот когда я делала какую-то медитацию почувствовала на каком я позвонке я нахожусь у меня меня посетило глубокое смирение в уровне моей эволюции я немножко такая работаем над сакральным центром самая база я только в начале вообще своей горы и вот мне тут неплохо тут есть растительность в общем очень смешно было про якобс ледер и понимание где действительно я нахожусь относительно уровня своего позвоночника но это так это такие пространства из практик нужно понимать в чем я говорю и так 33 как вот это сияние не только я помню меня помнят и это элементы небеса над горой это формула первого ключа небеса над небесами 52 гора над горой то есть тема стресс-держанность неподвижность и тема энтропия свежесть красота стресс-энтропия это забвение забвение это стресс-энтропия я нахожусь в стрессе относительно того что все приходит в энтропию исчезает хаос разложение заброшенный сад там же фрустрация вместе с этим там же дезориентация вместе с этим либо сдержанная свежесть сдержанная свежесть это такое пространство mindfulness пространство осознанности я сдержан в своих словах действиях я не действую из страха я не действую из каких-то не моих скоростей и свежесть это пространство когда я позволила энтропии трансформироваться внутри себя и меланхолии превратиться в творчество это свежесть и неподвижность красоты тишина красоты 33-й ключ откровение я сижу на горе в ретрите 33-й так и называется ретрит прибежище на горе все видно я в конце опыта я созерцаю свой путь под открытыми небесами янское пространство небес свет фулл стоп это вот эти элементы мы к ним приходим это как бы конец того когда мы куда мы приходим когда воплощаемся в те ну форму это вот это возможность наконец достроив свою форму найдя точку покоя отрефлексировать свой цикл и благодаря этой возможности рефлексии вот этому стоп 33-й это стоп кодон в химии тела это точка внутри каждого генетического предложения ДНК то есть это точка и только благодаря вот этим трем стоп кодонам 33-му 56-му 12-му благодаря только им мы как бы дифференцируемся внутри себя и вообще этот генетический код можно считать его можно считать этот непрерывный поток аминокислот вот этих вот всех букв внутри нашего кода его можно считать только потому что там есть пунктуация это что-то важное это что-то про 33-й про я ставлю пунктуацию или за меня ставят пунктуацию в моей жизни ну то есть это я определяю где точка в каком предложении я пишу свою поэму и понимаю что я переношу следующие строки как бы из текста создаю поэму или внутри текста это не один какой-то сплошной поток а там есть точки точка несет в себе интонат точка несет в себе смысл точка несет в себе завершение и вот вот этот стопкадон и есть он в нашей химии как бы как импринт в нашем профиле или нет это про если я умею делать паузы в жизни это я кто ставит точки и создает смысл внутри своей жизни или это кто-то за другой кто-то другой за меня решает какая интонация и где стоит точка и вот это очень тонкое пространство по поводу вообще в принципе практики паузы по поводу практики остановок и рефлексии потому что что происходит мы несемся по колесу как бешеные белки и оно еще как бы стирает простирывает нас оно само крутится и мы как будто не решаем даже когда этому барабану остановиться это происходит пока мы не находим вот это внутреннее колесо как будто соматическое элемент мы такие о 8 недель мы будем с горой не важно что там это будет меняться это все понятно но я буду практиковать горы то есть барабан немножко замедляется понимание какой-то внутри механики еще вот этих всех четвертей процессов или вот этих стопокодонов это понимание что мое выражение в принципе это горловое пространство это все гора это горло 56 31 33 62 53 все вот эти ключи горловые они про то выражение манифестации инициации коммуникации оно про не момент что я это делаю я могу это делать а про то про тайминг когда я что-то говорю или делаю и больше про паузы когда я не говорю и не делаю потому что вот это не говорю не делаю этот стопкодон он и позволяет рождаться манифестации и инициации как следствие завершенного какого-то процесса и как скорее следствие то есть инициация это не вот это я несусь и что-то делаю а инициация это инициирование коммуникация горло куда стремятся все центры вся химия тела стремится в щитовидную пара щитовидной железа чтобы быть ментальное эмоциональное пространство пространство идентификации инстинктивное пространство оно все хочет быть выражено и у всего этого выхода через горло потому что это такая матрица человеческого существа мы созданы чтобы скоммуницировать манифестировать свою индивидуальность и это происходит только благодаря тому что я молчу ну как бы не делаю я молчу я рефлексирую есть остановка все три стопкодона в горле гора одно из главных пространств горловых и земля это вообще никак не про реку не про ветер я дую я теку я горю через горло а это про я восприимчивый и могу ли я заткнуться ну в общем вот про что горло и вот 33 и вообще все стопкодоны их невозможно остановить то есть эта остановка в какой-то момент происходит но механику это тоже можно рефлексировать не доводить до крайности и кому что помогает вот мне помогает понимание этих элементов так 33 называется короче 33 что очень важно мы знаем что в абстрактном пути вот этом 41 идет в 30 это называется человеческий путь опыт в 36 в 35 потом выпускается как 33 13 тут еще 11 56 и 42 ворот 41 начинает человеческий путь опыта мы такие идем колбасимся встречаем судьбу такие ого-го ге-ге ого-го ге-ге на волне опыта от боли от надежды к боли от истории идем идем потом 33 13 такой канал блудного сына дизайн блудного сына возможность рассказать поведать о чем же был этот опыт и вот 42 53 53 начинает цикл тоже 42 завершает такие корневые штуки толкающие и все стремится в горло и в G через G идентичность выражает себя через горло и в общем и обычно мы думаем ну или тот кто знает механику думает я начинаю опыт я завершаю 42 типа завершил цикл и типа классно начало середина конец завершение очень важно но на самом деле то что завершает цикл это 33 ворота а не 42 потому что завершение имеет смысл только тогда когда оно отрефлексировано и 33 это вот тот пробел транзитный пробел всегда присутствующий пробел в нашей теле вне зависимости есть тут ключ или нет опыт имеет смысл только когда он отрефлексирован не важно не просто пройти опыт важно сесть заретрититься его осмыслить и затем этот 33 13 канал свидетеля дудного сына он идет в свою деревню и делится где он там блуждал и только потому что как я сказала он отрефлексировал он помнит сохраняется память сохраняется вот эта песня она не может сохраняться если нету рефлексии если нету созерцания если нету установок внутри процесса если нету пауза внутри цикла и еще вот эта химия всего вот этого пути опыта это 33 звучат откровения да такое очень библейское revelation откровения и что же такое откровляется что такое открывается этими 33 открываются секреты которые делают этот путь опыта человеческого абстрактного цикличного ценным если нету как бы секретов внутри опыта которыми можно поделиться которых можно запомнить лайфхаки секреты то этот опыт тоже не имеет смысл даже если он отрефлексирован то есть весь смысл вот в этом в том числе соединение 33 13 33 как тот кто собирает секреты 33 как тот кто их может транслировать в общем они работают как парочка и вот эти секреты или может быть можно их еще назвать панчлайнами это как написание или чтение какой-то замечательной генетической новеллу то есть мы пишем вот эту свою повесть генетическую с ее какими-то секретами лайфхаками и потом делимся обогащаем стимулируем 33 еще как и 40 и 12 ворот называется ворота одиночества очевидно ретрит я там не с кем-то тусуюсь и бухаю сакэ на горе а я как бы я заретритился и 33 это ворота одиночества который говорит все типа а мне было вот так вот достаточно вас дорогие люди вас дорогие друзья вас дорогой интернет все мне было достаточно я пошел вот это ворота одиночества которые говорят it's had been enough я иду в ретрит чтобы обдумать закаталогизировать свои обдумочки и благодаря этому из-за того что мы каталогизируем их где-то храним все эти папочки происходит эволюционное развитие навыков талантов и всех тех вещей которые в принципе в горле через горло и через химию щитовидной как бы реализуется то есть если нету вот этого каталогизации памяти то нам не на что опереться ну это я говорю в общем эволюционно как памяти человечества как бы пропадают целые золотые слитки потому что не были отрефлексированы не были как бы запечатаны что ли как-то ну в прямом смысле или просто не знаю бакашек рекордс потому что только стресс и энтропия и никакой рефлексии и откровения ну и конечно если не происходит пауз созерцание остановки в 33-х вот этого ленивца тотем на живот на 33-х это ленивец шокема тебе на заметку соединяешься с ленивцем то происходит повторение опыта а это то что ненавидит абстрактный опытный путь ненавидит повторять одно и то же пространство но любит новый опыт зачем как бы есть одни и те же отравленные грибы ну то есть я их съел отравился мне больше не надо повторять этот опыт но если он не был отрефлексирован человек идиот то снова ест этот гриб который не надо есть то есть все нужно переключаться над рукой чтобы найти тот самый вот который обогатит весь коллективный процесс продвинет его в скиллах и талантах а не просто пол племени помрет это тоже человек просто не заретритился и не переварил опыт как-то так и еще интересно в механике дизайна такой лайфхак пятой линии 33-х то что в рейвичинге это написано и пятое это как квинтэссенция всего и там очень забавно это описывается как весь человеческий опыт и вот этот поток весь и 33-е они связаны с эмоциональной системой и там очень важна ясность и не нужно делиться своими секретиками и то чего вы недодумали пока нет ясности и стопроцентности то есть пятая линия 33-е говорит что очень важен контролировать время когда что-то озвучивается и там приведен такой пример типа я разговариваю своей коллегой и я такой уже несколько лет думаю что пора бы мне с этой дерьмовой работки увольняться но ты не уверен но ты это озвучила или там пора бы мне с этим человеком и потом твой коллега или твой друг идет и рассказывает другому коллеге о том что этот коллега хочет уволиться и тот коллега метя на его место идет к начальству и такой вот человек увольняется я готов на это место зайти а другой человек который это озвучил утром просыпается и думает на самом-то деле работка у меня замечательная и партнер ты у меня самый лучший но слово уже сказано и все идет чертям ну то есть не нужно озвучивать то в чем нету стопроцентной ясности то есть тайминг нужно прийти к ясности прежде чем манифестировать новый опыт нужно его завершить нужно дойти до стопроцентной ясности вот этих небес открытых выход из энтропии какого-то процесса завершающегося и стресса по поводу завершения этого процесса какую-то ясность которая ну как бы максимально приближена к стопроцентам и потом ее манифестировать говорить делиться когда ты уже точно сделаешь этот шаг и знаешь что его сделаешь но если ты не знаешь сделаешь ты его или нет но ты делишься а потом передумываешь тут наступает как бы вот это ой-ой-ой-ой как бы колесо уже как бы не вернуть и все сминается и что чаще всего самое обидное не то же даже что скомкивается процесс то что как будто мы живем в пространстве ума в нем все скомкано нахрен то есть в нем это просто не оригами а какой-то комок опытов незавершенных циклов завершенных не так циклов еще что-нибудь но это в уме комки а так-то все идеально конечно ну вот эти паузы помогают как-то какой-то ну не просто скомкать оставить а так раскомкать и сделать какой-то оригами такой я ухожу с этой работы и оставить птичку конец ну то есть поставить точку есть ясность мне больше ничего не нужно рефлексировать мне все понятно в этих отношениях в этой работе в этом месте что-то такое про 33 но самое важное что никакая история или часть этой истории в виде какого-то одного ключа никогда не дает синтез того кто я есть вот все гораздо парадоксальнее чем даже чем даже самые практичные советы могут нас как бы приблизить вот и можно говорить о частом и о целом но когда мы смотрим на свою карту когда мы проживаем свой процесс это когда не то мы только можем с этим как-то типа сверяться вдохновляться всякое такое обогащаться мутировать через эту информацию но это никогда не что-то что можно применить из ума тем более как какой-то один отрывочек вот и что-то что еще на неделе я озвучу у нас август это знак зодиака лев и 7 на 8 август типа 08 на 8 есть такой Lionsgate и Lionsgate он коррелирует вот с этим никогда не выговариваемым мной кельтским праздником может быть кто знает в чате может написать у меня на колесе кстати он был сейчас я посмотрю лангс между сменой четвертей ну в общем с 33 на 7 но также это происходит в разное время транзита кельтский праздник урожая и также это называется Lionsgate то есть такой портал где можно да завершить как бы собрать урожай и начать что-то новое можно про него где-нибудь загуглить или может быть я что-нибудь запущу ну вы знаете ну вы знаете все летнего период летнего периода сбора урожая и вот 8 да лугл окей это был 33 ключ надеюсь это было полезно послушать откровение откровение забвение внимательность получилось ли завершить какие-то циклы или почувствовать их завершение поделиться ясностью и неясностью относительно того как для вас прошел 8 недель с горой чувствуете ли завершение сезона может быть еще что-то вас догнало с лунных узлов почувствовали вы этот переход тоже готовы ли к 8 неделям с рекой ну и вообще входом в какое-то другое пространство коллективное и не просто уже на колесе а в супер коллективное в плане быстро меняющихся меняющихся реальностей назовем это так в общем как вы себя чувствуете кто хочет поговорить можно сделать